Уже вторые сутки сотрудники экстренных служб разыскивают тигра в каменных джунглях. Поиски не останавливали даже ночью. Снарядившись спецоборудованием, оперативные группы прочесали предполагаемые места, где хищник мог оставить следы. Пока ситуация никак не прояснилась, никаким образом, потому что не найдено ни следов, ни пребывания, ни жизнедеятельности животного. Искать тигра пытались и с высоты птичьего полета. Но и эта попытка была безуспешной. На фоне красно-оранжевого леса крайне тяжело обнаружить полосатого хищника. Пока улики не найдены, специалисты не спешат утверждать о присутствии тигра в городе. Возможно, и не было бы такого ажиотажа, если бы не очевидцы. Около пяти утра я ехал по заявке на своем авто по Выселковой в сторону Второй речки. В районе Выселковой 44, недалеко от кафе, с правой стороны из лесополосы на дорогу, выбежал тигр. Я его хорошо рассмотрел. Рядом с моим авто, в попутном направлении, ехала еще одна машина. Водитель которой также увидел зверя и тоже притормозил перед ним, сообщил корреспонденту ВЛРУ очевидец Александр. В интернете появилось и видео, как тигр на Выселковой перебегает дорогу. Последнее сообщение о хищнике поступило от жителей Снеговой пади. Сотрудники полиции нашли и опросили очевидца. С его слов в дорогу перешел крупный зверь, похожий на дикую кошку. А вскоре в сеть выложили еще видео, где на фоне дорожных лееров виден силуэт тигра. Его автора сейчас разыскивает полиция, чтобы прояснить, в каком районе это было снято. Тем временем не дремлют и юмористы Владивостока, разжигая фейком ажиотаж. Вот написано, что это Владивосток. Вот мы стояли, это полная дезинформация. Сотрудники охотнадзора обращаются к шутникам с просьбой прекратить создавать ложные видео и фотографии, так как они мешают работать. Пока специалисты будут отвлекаться на фейк, могут пропустить реальную ситуацию. Безусловно, новость о тигре вызвала большой общественный резонанс. Некоторые люди, которые проживают вблизи лесного массива, вовсе теперь боятся выйти из дома. Людям угрозы нет, потому что, как и в случае с Артемом, даже не пропадали собаки. То есть, в принципе, животное ведет достаточно скрытно и пугается при появлении людей. То есть, в данный момент не мы его должны бояться, а он нас. У специалистов две версии, почему хищник вышел к людям. Во-первых, он ищет тигренок, который остался без матери. Молодой, неопытный зверь стал исследовать территорию и заблудился. Второй вариант, что он у кого-то содержался в неволе. По какой-то причине убежал и попал в несвойственную среду. И теперь пытается найти себе место. Его бояться не стоит. Он, по-моему, небольшой. В Уссурийске его видели. Там примерно как леопард. Думаю, кошка просто еды ищет. В принципе, все. Интересно, почему дошел до Владивостока. Потому что еды вроде и в Артеме достаточно. Если тигр все-таки в городе, то специалисты намерены его отловить, усыпить снотворным и привезти в реабилитационный центр для понимания того, почему он пришел в город. Пока поиски тигра продолжаются местным жителям, рекомендовано не паниковать и не проявлять никаких активных действий. А о встрече с хищником по возможности сразу сообщить экстренным службам. Алина Черненко, Александр Бортовщук, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.